Парикмахерский искусство Уже седьмой год занимается любимым делом. Постоянно совершенствуется и следит за трендами. По словам специалиста, в этом году мужчинам можно стричься реже. На пике популярности эффект обросших волос. У женщин по-прежнему в моде короткие стрижки. Что касается цвета, то здесь упорная естественность. Это история про натуральные оттенки, это всевозможные техники, растяжки, но причем контрастные. Это не супер плавный переход от темного к светлому, а именно прядочками, лучиками, как будто мы съездили в отпуск. То есть нам важно создать эффект того, что мы просто отдохнувшие, свежие и вот такие красивые родились. То есть история, что мы вот только что из салона, не совсем актуальна. Укладка поможет завершить образ. Гиперобъем – это из прошлого. Сейчас актуальна тихая роскошь. Волосы должны лежать аккуратно и естественно. Кстати, чтобы их выпрямить, есть полезный совет. Вот такая прямая расческа и фен на сухие волосы. Когда у нас уже все, мы уже высушились, мы уже все нанесли, что только могли, кроме финишной истории. То есть фиксация лаки и спреи. Подтягиваем прядь. Минимальный поток фена, максимальная температура. И медленно-медленно ведем. Чтобы ваша шевелюра выглядела здоровой и сияющей, нужно за ней правильно ухаживать. Важно подобрать шампунь. Он должен мягко очищать кожу головы, не пересушивая и не перегружая длину волос. Беспроигрышный вариант – из линейки для чувствительной кожи. После использования средства обязательно наносится кондиционер. Без маски тоже не обойтись. Ее функция – увлажнять и питать волосы. Здесь главное не злоупотреблять. Однако важно соблюдать время выдержки, которое рекомендует производитель. Поможет защитить волосы от вредного воздействия фена термозащитом. Средства выпускаются в виде спрея или крема. Тут кому как нравится. Красивыми хотят быть и животные. Знакомьтесь, это Лева – потомственный шотландец. У котов этой породы шерсть густая и средней длины. Он ходит на груминг каждые два с половиной месяца. Так что процедура стрижки для него не в новинку. Образ собирают в четыре руки, протирают уши, глаза и стригут когти. Потом начинается стрижка шерсти. Она занимает 15-20 минут. Котиков бреем по шерсти ножом 2 мм, чтобы у них было ровно, гладенько и бархатисто. Стараемся брить в одном направлении по росту шерсти, чтобы все срезы были одной длины. По словам грумеров, хозяева приводят своих животных чаще осенью. И этому есть простое объяснение. По природе они должны запастись мехом, а потом включают отопление. Как бы они этот мех начинают активно сбрасывать. Поэтому очень многие хозяева, даже если не бреют котов летом, приходят брить их в зиму. Если за шерстью животного не ухаживать, то она сваливается в комки, колтуны. А это уже проблема как для животного, так и для хозяина. Голову котам не бреют. Оставляют воротничок. Ножницами мы сейчас его подровняем. Голову только вычесывают, чтобы с головы тоже не было дома шерсти. И лапки бреют до определенного места, чтобы оставить сапожки. Потому что в лапках у кошек терморегуляция, их брить нельзя. Также как и оставляют обязательно кончик хвоста. Потому что если хвост полностью голый, коты начинают с ним играть и могут его сгрызть. А тем временем в очереди уже следующий клиент. Казимиру три года. Он очень воспитанный и ласковый кот. Летом живет в деревне, а осенью переезжает в квартиру. Перед процедурой животное нужно искупать и вычесать шерсть. Ну, в основном котам это нравится. Ну, это как бы такой легкий массаж по телу животного. Это кошечки. Они, можно сказать, как инопланетяне, не знаю, что от них ожидать. Они могут и испугаться, и поцарапать. Поэтому мы всегда на чеку и работаем вдвоем. Специалисты отмечают, кошек важно мыть. К процедуре питомца лучше приучать с детства. Кошки также лежат на полу, на пороге, где обувь. Да, они пылятся, как бы и жирнятся, и потеют. Поэтому, как бы, гигиена должна быть. И тем более, если животное живет в квартире. За животными надо ухаживать и обязательно делать вот эти процедуры. Силиконовой губкой удобнее всего вычесывать гладкую шерсть. Для длинной подойдут специальные грабли. А если есть колтуны, то с ними поможет справиться вот такая щетка. Кузя счастлив, марафет навели, но ему процедура очень понравилась. Готов покорять кошек, радовать хозяев, сиять своей красивой блестящей шерсткой.